В зале судебных заседаний буквально негде упасть яблоку. Поддержать при вынесении приговора Магомеда Бабаева пришло большое количество народа, включая пожилых родителей, которые приехали из республики Дагестан. На приговоре нет только потерпевший. Бабаев, бывший муж, предположительно из ревности, в течение 15 часов удерживал женщину в её же квартире, периодически избивая и угрожая убийством. Юлия Бабаева настаивала на реальном тюремном заключении. Даже на сегодняшний день я не могу понять, до моей головы не доходит, как можно совершить такие дерзкие, страшные преступления по отношению к человеку, которому ты жил, который был твоей второй половиной, с которым ты ел с одного стола. Для меня это непонятно. То есть если в отношении меня совершается такое преступление, какие могут быть преступления по отношению к другим людям? Гособвинение требует по совокупности 3 года и 1 месяц колонии-поселения. Защитники рассказывают, что их клиент вину признал и раскаялся. Также Бабаев предлагал компенсацию, от которой потерпевшая отказалась. В общем, адвокат Бабаева настаивала, что её клиент уже отбыл своё наказание за время нахождения в СИЗО. Но вердикт суда оказался куда более строгим, чем просила защита. По совокупности преступления, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначенных Бабаеву, оказание нерешения свободы на срок 1 год 1 месяц, обдывание в колонии-поселениях. Меры пресечения Бабаева, доступ к клинику, договор, законную силу, остаются прежними в виде заключения под стражу. При вынесении решения суд учёл предложенную для пострадавшей компенсацию. Но не учёл факт сотрудничества со следствием, потому что Бабаев раскаялся только после того, как был помещен органами следствия в СИЗО. Срок, проведённый осуждённым в следственном изоляторе, пойдёт в зачёт вынесенному решению, да ещё и в двухкратном размере. Всего Магомед Бабаев проведёт за колючей проволокой около 7 месяцев. Будет ли обжалован данный приговор, адвокат Бабаева не знает. Для этого ей нужно посоветоваться с клиентом. 10 суток, которые даются на обжалование данного приговора, для нас как раз тот срок, который позволит обсудить плюсы и минусы. Я полагаю, что какая-то золотая середина прозвучала, поскольку учтено судом достаточно много. Вместе с тем, колония-поселение в данной ситуации, я считаю, жёстко. У следственных органов в те времена появились новые вопросы к осуждённому. Практически сразу после того, как Бабаева поместили под стражу в сентябре этого года, вследком обратились граждане, которые предположительно пострадали от преступных действий Магомеда Бабаева. Мы оставляем за собой право ещё раз обратиться к тем лицам, которые могли пострадать от действий Бабаева. Это непростой сигнал к действию. Определёнными сведениями органы предварительного расследования и совместно с оперативными службами обладают. Поэтому это может касаться и предпринимательского сообщества, и просто граждан. По поводу каких именно преступных действий поступило обращение, Следственный комитет не распространяется. Неужели Бабаев мог ещё кого-то удерживать в заложниках? Сейчас об этом можно только гадать. Обладающие какой-либо информацией о противоправных действиях Магомеда Бабаева могут звонить по телефону 47 29 20. Пока приговор Ленинского суда не вступил в законную силу, Бабаев будет находиться в следственном изоляторе. Константин Миронов и Дмитрий Журавлёв. Шестой канал.